По дороге в офис Алексей Насонов Вы меня в самой площади преследуете, вам от меня что-то надо? Ладно, сойдете. На вид вы вполне соответствуете своей ценовой категории. Ваш офис, что ли? А кто вы? Мы с вами раньше встречались? Ну пойдемте, пойдемте, хватит спать-то уже, работать пора. Значит так, ребятки, теперь вы все работаете на меня. Давайте вы сначала, наверное, представитесь, потом объясните, что у вас за дело. А вот уже после этого я решу, возьмусь ли я за ваше дело или нет. А вы с характером. Мне нравится это в людях. Я Валентина Ларцова, директор фирмы «Ларец изобилия». Угу, сеть магазинов. Да, я видел рекламу. Девочки, сделайте мне кофе с лимончиком. Девочки, это вы мне? Наташа, сделаю, пожалуйста, кофе для Валентины. Кстати, как у вас получится? Викторовна. Валентина Викторовна, а что у вас за дело? Три дня назад убили мою сестру. Она была хозяйкой фирмы «Экстратранзит-2020» по ставке продуктов из-за рубежа. Но об этом писали в прессе. Да, я помню, я читал. Но постойте, там же речь шла о сердечном приступе. Или скрытие показало какую-то другую причину смерти? Вскрытие ничего не показало. Не было вскрытия. Кремировали? Что значит «кремировали»? Как «кремировали»? Как я уже вам сказал, произошло досадное недоразумение. Поймите, ошибки такого рода происходят не всегда по вине персонала. По чьей вине? По чьей вине я вас спрашиваю? Ну, если угодно, форс-мажор. Ну, перепутали документы вместо погибшей в аварии. В аварии? В какой аварии? Да как можно было перепутать? Да я вас сейчас здесь всех кремирую. Полиция помурыжила. Патологоанатома. Старичок ушел в несознанку. Вы считаете, кто-то таким образом пытается скрыть улики? Одну наводку могу дать сразу. Это Дима Игнатьев. Ларочка у него как кость в горле стояла. Конкуренция. Вообще-то список можно составить довольно большой. Но вот у Игнатьева была явная выгода. Ну что ж, Валентина Викторовна, мы начинаем работать по вашему делу. Возьмите вот моя визитка, там все телефоны. Если будут какие-то новости, я вам сразу позвоню. Хорошо. Наташа, собери мне всю информацию на эту фирму «Экстратранзит». Все, что найдешь. Как я понимаю, нас интересуют конфликты внутри фирмы. Все, все, включая сплетни и слухи. Рома, а ты давай в офис этой конторы. Оказалось, что дело Ларцовой ведет следователь Николай Свиридов, давний знакомый Алексея Насонова. О, приветствую. Мадам Ларцова, стало быть, к тебе обратилась. Нам же лучше. Все равно явный глухарь. Ну что, неужели так все печально? Сам понимаешь. Если тело кремировано, доказать что-либо... Мотив-то еще можно потянуть? Хоть за уши, хоть за хвост. А доказательств, как ни крути, нет. И на кого же ты в морге такое затмение нашла? Опытнейший патологонатом в городе. В общем, мое мнение такое. Сердечный приступ, потом путаница в бумагах морга. Дело закрыто, виновные на пенсии. Ну, а поговорить-то с ним можно? В кардиологии он лежит. После инцидента ушел в запой и тут же загремел в больнице. Алкоголь штука опасная. Врач просил до завтра не беспокоить. Согласен, согласен. Ну ладно, подождем, пока он придет в себя, я пока займусь конкурентами. Теперь только глубоко вот не копай. Все равно ведь нет тела, нет дела. А экстратранзит проверили, что там? Сейчас спецы работают. Аудиты и прочее. Ну ладно, будем на связи. В общем, у Ларисы Ларцовой и Дмитрия Игнатьева был затяжной спорой за поставки мясопродуктов. Ну, спор это мягко говоря. Поясни. Здесь есть форум один в интернете. Здесь тусуются местные правдолюбы. Статья называется «Бизнес-беспредел». Так вот, они обсуждают, как Ларцову с Игнатьевым переманивали друг у друга поставщиков. И причем явно не гнушались грязными приемчиками. Что, грабили друг у друга караваны? Нет, еще веселее. Сливали друг на друга компромат через третьих лиц. А потом сцепились прилюдно на презентации. Она ему в лицо вцепилась, а Игнатьев в нее швырнул крабовым салатом. Детектив Насонов решил немедленно встретиться с конкурентом Ларисы, Дмитрием Игнатьевым. Здравствуйте. Охрана вас пропустила. Вы из полиции или налоговой? Да нет, я частный детектив. Фамилия моя Насонов. Есть ли основания полагать, что Ларису Ларцову убили? А как же сердечные приступы все такое? В ее возрасте маловероятно. С ее стрессовой работой более чем вероятно. Это были мои клиенты. Теперь ты моих водителей переманиваешь? Какого рожна ты полез в нашу сделку? Такого, что я работаю в двух направлениях, а ты только оттуда возишь. И водилам твоим лучше на меня работать. Мои пустые фуры – это мое дело. И ты больше не суйся. Эх, эх, без номеров. Да пошел ты. Алло. Алло, скорая. Да, кстати, о стрессах. Я слышал, накануне у вас с Ларисой был серьезный конфликт из-за поставок. Чуть не подрались, каюсь. Публичная ссора. Ну что, получается, мотив у вас был в финансовой возможности для устранения тоже. Стоп, стоп, стоп. Какое такое устранить? Если это обвинение, то я звоню адвокату. Скандал, в котором досталось моей внешности, а еще больше гордости – это не мотив для убийства Ларисы. Терять все из-за какой-то высокомерной, заносчивой. Да, вы знаете, я не думаю, что ссора послужила мотивом. Вы просто поняли, что договориться с Ларисой у вас не получится. А на кону стоял все-таки многомиллионный контракт на поставке. Не стоял контракт на кону. Громкие скандалы с Ларисой привели к тому, что зарубежные поставщики перестали общаться с обеими фирмами. Испугались за репутацию. У меня не было причин убивать Ларису. Представившись соискателем на место менеджера, Роман пришел в офис фирмы «Экстрэнзит». Хотя, я думаю, многие были бы рады, если бы такой опытный специалист, как вы. Слушай, а как в целом рабочая атмосфера, например, в других отделах? Плохо так говорить, но после смерти начальницы стало полегче. А что такая жестокая была? Она уволила даже своего любовника без выходного пособия. Забыла как-то я раз ключи от машины. Возвращаюсь. А тут такая ситуация. Смеешь еще после всего этого со мной разговаривать? Ты червяк! Ларочка, любимая, ну... 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 Ну я же даже не смотрел на нее. О чем ты говоришь? Конечно, не смотрел. Ты ее пожирал глазами, свинья свинская. Но ведь вас же так легко перепутать. Особенно издалека. Как? Как можно перепутать меня с этой неженкой? Слушай, а сестра начальницы, она похожа на нее внешне? Круче. Они близняшки. Ну так кажется только издалека. Вблизи ей сразу видно, в чем разница. Валентина человек, а Лариса гадюка. Роман передал Насонову все, что ему удалось узнать от сотрудников фирмы. Сотрудники о покойной отзываются не очень лестно, но, что и понятно, учитывая ее хамское поведение. Ну, а какие отношения внутри коллектива? Ну, фирма серьезная. За пять лет прошли путь от малого предприятия до, фактически, среднего бизнеса. Ну, а кризисное сокращение? Ну, из числа менеджеров сократили двоих. Вот любовника Ларисы Зябкина, ну, который якобы с сестрой перепутывал. И некого Новикова. Ну, этот Новиков, с ним все ясно, он уже имеет свой бизнес, торгует констоварами. А вот Зябкин до сих пор сидит без работы. Значит, завтра сразу поедешь к Зябкину. А я подойду к Валентине. Утром следующего дня Роману удалось разыскать бывшего любовника Ларисы Валерия Зябкина недалеко от его дачи. Нет, вы что, правда думаете, что я убил Ларису? Да я же ее любил. Да вы успокойтесь. Вас никто ни в чем не обвиняет. Да ее никто не любил, кроме меня. Ее никто не мог любить. Почему вы считаете, что ее никто не любил? Ну, такой характер. Она же во всем должна была быть первой, во всем правой. Везде возвышаться над толпой. Безумно взрывной темперамент. Ну, а что насчет ее сестры Валентины? А, Валя другая. Нет, ну она, конечно, тоже леди-босс. Там, где сядешь, там и следишь, но намного мягче. Помимо характера, сестры чем-то отличались? Ну, внешне, скажем. Знаете, это несколько такой интимный вопрос. У Валентины на правом плече есть родинка в форме звездочки. А у Ларисы такой родинки не было. А откуда вы знаете про родинку у Валентины? Все понятно. Ну что ж, всего доброго. Спасибо вам за полезную информацию. Черт, в этой глуши даже телефон не ловит. А до города часа полтора. К детективам обратилась Валентина Ларцова. Она уверена, что ее сестра-близняшка Лариса Ларцова убита. Ни доказать, ни опровергнуть эту версию невозможно, так как тело покойной было кремировано. Под подозрением оказывается конкурент по бизнесу Ларисы Дмитрий Игнатьев. Но выясняется, что у него не было мотива для преступления. Детектив Насонов дал задание Наташе встретиться с патолога-анатомом Владленом Лисицыным и поговорить с ним. Она нашла его в больничном сквере. Здравствуйте. Меня зовут Наташа. Я работаю в частном детективном агентстве. Я хотела бы задать вам несколько вопросов. Не волнуйтесь, это чистая формальность. Чистым, милая девушка, может быть только спирт. Все остальное в этой жизни с примесью. А впрочем, спрашивайте. Скажите, пожалуйста, кремация тела Ларцовой могла произойти не по ошибке? Один философ сказал, в старости есть свои преимущества. Во-первых, некуда спешить. Во-вторых, можно быть абсолютно честным. Ну да, понятно, вы на пенсии, и вы не будете отвечать за чужую ошибку. Или все-таки я ошибку? В общем, так. Заявляю официально. Документы перепутал я. Ну, это ведь совсем на вас не похоже. Я навела некоторые справки о вас. И говорят, что за все время вашей работы вы ни разу не перепутали никаких документов. Вы выполняли все правила, все предписания. Даже у вас были в советское время конфликты из-за этого с главврачом, да? Советское были. А теперь, милая девушка, я сошел с ума. Вот такой кульбит на закате. Впрочем, прощайте. Да, Наташа. Алексей Викторович. Ну, в общем, Лисицын меня не убедил. Он человек, который к делу относятся весьма щепетильно. Какие уж тут ошибки с бумагами. Ну, ведь он мог и сознательно подменить документы, если с кем-то в сговор вступил. Да не похож он на преступника. И вообще у меня такое ощущение, что его совесть мучает. Ты поезжай в больницу и опроси персонала. Только очень аккуратно. Но сначала поищи мне информацию о состоянии дела в ворце изобилия. Что-то у них слишком низкая активность для сети магазинов. В смысле? Очень много машин простаивает. Алексей Викторович, я тут нашла кое-какую информацию по Ларцу. В общем, в интернете активно обсуждается информация о том, что они сокращают число торговых точек. Ага. Ну, что-то подобное я и предполагал. Но, понимаете, это еще не самый сок. Я выяснила, что Ларец, оказывается, это дочернее предприятие экстратранзита. Детектив Насонов предположил, что произошла подмена. Лариса выдает себя за Валентину, чтобы иметь доступ ко всем счетам обеих фирм. Поэтому немедленно направился к следователю Свиридову. Спасибо. Первые результаты проверки деятельности экстратранзита показали, что предприятие давно уже терпело убытки. Ну, благодаря Игнатью так подо. А это не суть важная. А важно то, что за пару дней до смерти Лариса взяла огромный кредит на строительство. Дай угадаю. Под залог дочерней фирмы Ларец изобилия. Чтобы распоряжаться многомиллионным кредитом, нужно иметь доступ к счетам ларца. Который имеет Валентина. Ну что, собственно, вот и мотив-то у нас появился. Ну да. Лариса убивает сестру Валентину и получает доступ к активам сразу двух предприятий. Ну, ей остается только перевести деньги на зарубежный счет и попытаться сбежать. Ты думаешь, она попытается проскочить через градицу? Ну, в общем бы нет. Паспорт Валентина у нее есть. В общем, надо держать ухо востро. Задерживать ее надо. Роман, наконец, нашел место, где связь возобновилась. Он тут же позвонил Насонову и сообщил о важной детали. У сестер, помимо характера, есть еще одно важное отличие, которое, в принципе, несложно проверить. У Валентины на правом плече родинка в форме звезды. Детектив Насонов решил немедленно проверить эту информацию. Родинка в форме звездочки. Неужели? Ну, зачем мне была убивать свою сестру? Она владелица головной фирмы, деньги все у нее. Ну, в чем прибыль-то? Вообще, из чего вы взяли это все? Ну, скажем так, ваше поведение стало сильно отличаться от прежнего. Вот обычно. И вы решили, что я не Валентина, а Лариса. Да на меня столько навалилось в последнее время. Смерть сестры. И поставщики сбежали. И кредит этот абсолютно дикий. Ну, поневоле тут стервой станешь. Ну, а зачем врача-то было подкупать? Подождите, не поняла, кто кого подкупил? Значит, сговор с Ладленом Лисисовым вы отрицаете. Какой сговор? Вы о чем? Ищите преступника-то уже. Все, я пошла. У меня тут дело на всю ночь. Алексей Викторович, есть интересные новости. Какие? Ну, во-первых, санитарка приемного покоя послушала очень любопытный разговор между отцом и сыном. А теперь слушай меня внимательно. Я все взял на себя. Будут спрашивать, пожимай плечами. Папа. Да не перебивай ты отца. Я старый, и мне все равно. Но ты запомни. Я умру, кто тебя будет покрывать? Или ты берешься за ум, или... Аня, не хочу больше говорить об этом. Да, у тебя дежурши сегодня? Вставай и иди. Люди сами без тебя не выздоровеют. А во-вторых, медсестра в кардиологии сказала, что в день смерти Ларцовой Геннадий вел себя довольно странно. И в чем же это выражалось? Геннадий удалил медсестру из палаты под невнятным предлогом. А потом она говорит, что приступ у Ларисы был, в общем-то, не смертельный. Его можно было снять таблеткой обычного нитроглицерина. Но, несмотря на это, через два часа тело вывезли под простынкой в морг. Интересно. Ладно, смени меня у склада, а я подъеду в больницу. Детектив Насонов встретился с сыном патолога-анатома Геннадием Лисицыным в кабинете дежурного врача. Знаете, у меня просто дежурство сейчас, и можно как-то побыстрее просто это сделать. Ну, давайте сделаем побыстрее. У меня есть основания полагать, что вы виновны в убийстве Ларисы Ларцовой. Да. И даже если нет тела, есть еще косвенные доказательства. Ваше странное поведение. Ваши сотрудники слышали ваш разговор с отцом. И я вам советую начать говорить правду прямо сейчас. Я никого не убивал. Да. Ну, а как же тогда объяснить тот факт, что поступившая к вам по скорой Лариса Ларцова с сердечным приступом умерла, несмотря на то, что состояние не было критичным, со слов медперсонала. Вы знаете, у меня, к сожалению, очень серьезные проблемы с азартными играми. Все это начиналось как невинное развлечение. А потом... А потом появились долги, большие долги, которые необходимо погасить. Мне нужны были очень деньги, и тут как на удачу, или как на грех, появилась вот такая подработка. Подработка? А что вы называете подработкой? Убийство? А кто вам заплатил за смерть Ларисы? Ее сестра Валентина? Да не было никакого убийства. Все было совсем наоборот. Мне заплатили деньги за то, чтобы я объявил Ларису Ларцову умершей. Я согласился. Она уговорила отца. Следователям предъявили труп погибшей в автоаварии. Отец заявил, что перепутал сопроводительный документ. Подождите-ка, подождите-ка. Получается, что Лариса жива. И она сама вам заплатила деньги? Ну, да. Она оказала у меня такое давление. Я не смог сопротивляться. В этой сумме. Нижегородские власти нашли способ, как справиться с результатами полицейской реформы. Теперь вместо сокращенных милиционеров улицы города будут патрулировать дружинники. Предполагается набрать команду в 100 человек, которыми усилят полицейские наряды. Но перед этим всем добровольцам придется пройти предварительное обучение в Центре профессиональной подготовки ГУВД. Ты-то мне и нужен-то. Как раз вовремя. Как настоящий герой? Да вы что, Алексей Викторович, мне поспать в душ. Все это потом, а сейчас придется поработать. В общем, так, надо отследить движение денег. Алексей Насонов кратко ввел романа в курс событий. Ну, Алексей Викторович, вам в таком случае лучше отвернуться, потому что мои методы, хотя и изначные, но не очень законные. Я ничего не видел. Давай. Валентина Ларцова уверена, что ее сестра Лариса убита. Не доказать, не опровергнуть эту версию невозможно, так как тело покойной кремировали. Поговорив с сыном патолога-анатома Геннадием Лисицыным, детектив Насонов выяснил, что Ларису никто не убивал. Наоборот, она сама заплатила за то, чтобы ее объявили мертвым. Так, смотрите, два часа назад кто-то перевел крупную сумму с счетов обеих фирм на дебетовую карту. И вы знаете, сумма астрономическая. Невероятно. Неужели Лариса нарисовалась? Ну-ка, давай теперь наблюдая за списанием денег с карточки. Да, Наташа? Алексей Викторович, Валентине только что кто-то позвонил. Судя по всему, звонок был очень неожиданный. А с чего ты взяла? Да она вся побледнела, за сердце схватилась. И срочно куда-то сорвалась. Я на всякий случай еду за ней. Давай, молодец. Смотри, ее не упусти, я выезжаю. Алло, это Насонов. У меня новости, причем из разряда горячих. Надеюсь, что это важное? Детектив Насонов сообщил следователю Свиридову о событиях прошедшего часа. Не понимаю, зачем Валентине эти выкрутасы? Я думаю, Лариса позвонила сестре и рассказала ей об афере. И сестры договорились. Но, во всяком случае, факт налицо. Деньги со счетов фирм сняты. И Валентину Ларцову спешно куда-то едет. Предлагаешь план перехват объявить? Нет, нет, пока не надо. Я у нее на хвосте. Думаешь, Валентина едет к сестре? Да я сам не пойму, куда она едет. Подожди, у меня вторая линия. Секунду. Да, Ром. Только что было списание денег с карточки. Это в кассе вокзала. Билет в один конец. Так. Все, понял тебя. Алло. Я думаю, что Валентина просто нас уводит из города. Ты можешь подъехать на вокзал? Мне кажется, Лариса сейчас там. Уже в пути. Давай. Лариса Леонидовна, куда вы так торопитесь? Уж не на похороны ли? Пустите, пустите меня. Что за дела? Руки убрал! Гражданка Ларцова, вы и так дел натворили? Хотите добавить сопротивление при задержании? Да при каком задержании? Убери руки, говорю. По подозрению в мошенничестве. Не вырывайтесь. Да я найму лучшего адвоката в городе. Он от вашей шарашки камня на камне не оставит. И вы меня будете вспоминать до конца своих дней. Пусти. Успокойтесь, успокойтесь, Лариса Викторовна. Не надо усугублять. Мы все знаем. Лиситан во всем признался. Тюфяк, ничтожество. Почему вы сейчас-то решили сбежать? Могли бы и дальше скрываться? Да из-за тебя я решила. Сестрица моя поперлась правду искать. Вы что, хотите сказать, что Валентина была не в курсе аферы? Разумеется, нет. Она же у нас белая и пушистая. А про тебя я справки навела. Сказали, лучше сыскать в городе. Вот я и пошла ва-банк. Вы позвонили сестре и все ей рассказали. Ну да. Вальку чуть Кондратья не хватило, но она согласилась сделать все как надо. Не понимаю. Вы же оставили ее без гроша. Или вы пообещали потом с ней расплатиться? А я бы и поделилась. Не сомневайтесь. Только вам этого не понять. Мы ведь сестры. Она моя родная кровь. Пройдемте. Сестры Ларцовы под следствием. Их дело стало в городе самым громким криминальным скандалом года. Продолжение следует. Продолжение следует.